«Найди себя» – жизнеутверждающее фото воспитанников пионерского лагеря в 1937 году. Это, пожалуй, один из самых впечатляющих снимков прошлого века. Рядом крестьянка с караваем в руках, испеченным специально лучшему ударнику товарищу Сталину. А этот кадр оценят любители пива. В 30-е годы покупали пенный напиток не в ларьках, а в таких стильных киосках, дизайном коих восхитились бы современные маркетологи. История без прикрас, бытовая и политическая жизнь первой половины 20-го века на снимках. Столовая в исправительной колонии, где заключенные читают газеты. Житель Чукотки с добытым на охоте медведем. Бронзовая голова Николая II, снятая с памятника после революции. Какие-то из этих фотографий мы уже знаем. Они были в газетах, в журналах опубликованы. Сталин на отдыхе, Троцкий там идет, принимает парад красноармейцев. Ну, короче, какие-то из этих фотографий, они уже известны. А вот какие-то я, например, видела впервые. Еще раз приобщаешься к определенным каким-то эпизодам историческим и бытовым. И картина мира, она расширяется просто в своем представлении. Исторический момент подписания пакта о ненападении Вячеславом Молотовым. Снос храма Христа Спасителя в столице. Все эти снимки Самарскому художественному музею предоставил Московский дом фотографий. Оригиналов здесь нет, только копии. Около 80 экспонатов. Организаторы уверены, фотографии родом из прошлого века могут заинтересовать любого посетителя. Увидела фотографию Кавантай, я знала, кто это, но никогда ее не видела. Вот что запомнилось ярче всего. И сюда нужно приходить с семьями, чтобы старшее поколение рассказало свои впечатления младшим. Поскольку я, например, сейчас здесь одна, мои родители отказались прийти, хотя, мне кажется, они бы здесь поностальгировали. Увидеть Россию на снимках первой половины прошлого века самарцы смогут до 5 февраля. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.